Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами по русской истории российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Книбеля, пояснительный текст историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Сегодня картина Сергея Васильевича Иванова «Христиане и язычники». Ну вот кратенько этот текст. Картина раскрывает суть социального противостояния, связанного с распространением христианства на Руси. Представитель государственной власти, князь и его наместник, огнещанин, ведет за собой епископа. Волх принадлежит простонародию и выступает от его имени. Именно такое столкновение, подробно описанное в летописи, с официальных позиций, представлено в древних житиях и проповедях. Отраженное на картине Иванова «Противостояние» подтверждается рассказами летописи. В конце XI века, во время голода в Ярославле, бедные смерды пошли с двумя волхвами, обвинявшие богатых крестьянок в чародействе, убивали их и отнимали продукты. Дойдя до Белоозера, они вступили в бой с княжеским наместником Яном Вышатичем, приверженцем христианства. Смерты были разбиты, а волхвы отданы на съедение медведя. Тогда же в Киеве был убит своими холопами новгородский епископ Стефан, а в Новгороде против его преемника Федора выступил волх. Епископ с крестом вышел к народу вместе с князем Глебом и дружином и сказал, «Кто хочет веру взять волхва, тот идет за ним. Если же верует, то пусть к кресту идет». Князь и дружина стали на сторону епископа, народ же поддержал волхва. И был мятеж в граде велик, и все поверили ему и хотели побить епископа Федора. Тогда князь зарубил волхва топором, а дружинники утешили мятеж. Ну вот так написано вкратце о картине Сергея Васильевича Иванова «Христиане-язычники» из сборника картины по русской истории российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля, пояснительным текстом, историком, педагогом Ниськова Сергея Александровича. Все, пока-пока, всем привет, до свидания. Продолжение следует...